Архитекторы и градостроители Верхневоложья могут получить до 100 тысяч рублей за победу в новом конкурсе, который учредили в регионе. Теперь премия губернатора Тверской области имени архитектора Николая Львова будет проводиться ежегодно и выявлять лучшие идеи благоустройства территорий. Подробности в нашем материале. Участниками конкурса должны стать архитекторы, профессиональные творческие коллективы, дизайнеры, а также студенты и школьники. Их работы будут распределены по трем номинациям. Первая называется «Тверь-экспо». Ее задача – определить лучший вариант размещения многофункционального общегородского центра с выставочными залами. В этой категории будут определяться два победителя. Их денежное вознаграждение составит 150 тысяч рублей. Мы решили, что лучше, наверное, не ходить там, заказывать проекты, а создать хотя бы предпроектные решения по основным, так сказать, зонам проектирования «Тверь-экспо», это центр города Твери. Мы также считаем, что в этой работе могут быть номинации по городам Оржев, Вышневолочок, Кимры, Балакой, Осташков. Много-много, так сказать, муниципалитетов, которые могли бы к этой работе подключиться. Во второй конкурсной категории «Вода – это жизнь» перед номинантами поставлена задача по раскрытию рекреационного потенциала водных пространств населенного пункта, формированию комфортных условий для отдыха, творческой и деловой активности. За победу в этой номинации также предусмотрено вознаграждение – 60 и 40 тысяч рублей, соответственно. Такие проекты позволяют не только раскрыть потенциал молодых архитекторов и дизайнеров, но и зарекомендовать себя в региональном городостроительном совете. Мы хотели бы иметь очень сильную пляду архитекторов, практиков, которые бы работали не только в городе Твери, но и в муниципальных образованиях Тверской области. И сегодня, утверждая генеральные планы, схемы территориального развития, конечно, очень важно сохранить эту тенденцию, сохранить культуру развития общественных пространств. И это могут сделать именно талантливые люди, которые знают, что такое архитектурное дело, и те люди, которые неравнодушны к самому региону. Еще одной темой творческих проектов станет «Мой двор». Эта категория направлена на выявление новых идей молодежи, которые хотят изменить повседневные пространства. Претендовать на премию могут учащиеся школ, художественных училищ и студенты начальных курсов. Во всех трех номинациях губернатор области Игорь Руденя считает важным сохранение культурных традиций, которые испокон веков олицетворяли архитектуру столицы Верхнего Лжья. Тверь – это всегда был регион с очень высокой культурой, архитектурной культурой, это исторические традиции, которые еще были заложены императрицей Екатериной. И мы неспроста всегда себя ставим в самый топовый список городов, потому что Тверь была вторым городом в истории Российской империи, где был создан генеральный план после Санкт-Петербурга. Кроме денежных премий победители получат дипломы о присвоении звания лауреат премии губернатора Тверской области имени архитектора Николая Львова в сфере архитектуры и городостроительства в 2019 году.